Привет, ты на канале Мэджик Фэмили, меня зовут Эйвен и моя сестра Софи бросила мне вызов изобразить какого-нибудь блогера. Я выбрал канал Мистер Макс. Эээ, вот. Эйвен, ты готов? Готов? Принял вызов? Да, да, Софи, принял. Ну хорошо, отлично. Не забывай подписываться на наш канал и нажимать колокольчик. Пиши, иди сюда. Иду. И как только ролик выходит на канале, мама отвечает на ваши вопросы в комментариях, так что не опаздывай. И кстати, ребята, мы делаем стену славы из ваших рисунков. Так что присылайте свои рисунки нам по посте, у нас еще много места. Можно было бы вообще всю комнату заделать, да, ребят? Да. Ну что ж, а мы начинаем. И сегодня я буду рассказывать о своих игрушках. Миша, а где Юмит? Я ее уложила спать, иначе она тут все разнесет. Это точно, Софи. Ну да, логично, она же ураган у нас. Эйвен, смотри, какие у тебя есть канатики, расскажи про них. Ну я ими с тобой играю. Игра в перетягивание канатиков помогает наладить контакт с двуногими, потому что вы играете вместе, вот. А это твой любимый канатик из всех, да? Да, этот канатик мой любимый. Он красивый. Еще у меня есть вот такие вот цветные разноцветные змейки. Красивые. А для чего же еще полезно играть в канатики, кроме контакта, Ивасик? Расскажи. А канатики массируют десны и помогают очищению зубов. Так что это полезная вещь, вот. А смотри, какое яркое и красивое колесо у тебя есть. Зачем оно тебе? Чтобы ты его кидала, я за ним бегал. И оно необычное, да, Ивасик? Почему? Потому что внутри подушечек шуршалка. Да, вот как здорово шуршит. И этим оно и меня и привлекает. Правда, один раз, когда я играл, оно залезло мне вот так вот на морду. И ты стал похож на цветное солнышко или цветочек. Да, но я его быстро снял. Какое красивое колесико, да, Софи? Да, прикольное. А вот какая у вас есть прикольная курица-пищалка. Да, я люблю ее грызть, ее можно кидать как апорт. А где можно увидеть, как ты играешь игрушками? В описании к этому видео будут ролики, как мы играем всеми игрушками. Да, я пока курицу заберу, ладно? Софи очень любит пищалки. Да, в описании к этому видео будет ссылка на разные ролики с нашими играми. А ты пока, Эйван, расскажи про свои косточки, у тебя их столько много. Вот эту прислала нам девочка в посылке, но я пока начну с этой. Хорошо, чем же интересна эта косточка? Она помогает тренировать челюсть. Потому что внутрь можно положить лакомство, да? И когда ее грызешь, она хрустит. И я всегда пытаюсь достать оттуда лакомство. Но это очень сложно, да? А вот эта косточка у тебя для чего? Ой, какая красивая косточка. Да, красивая. Ее тоже можно кидать, потому что она легкая, и она тоже помогает чистить зубки. Здорово, Эйван. А какую косточку ты еще любишь? Я люблю. Вот эта с канатиками тебе нравится? Да, она очень полезна для челюстей и зубов. И очень удобная, потому что легкая. Понятно, Эйван. А покажи, как ты ее грызешь. Вот так вот я ее грызу. Полезная игрушка, да, Ива? Да, да, вот так вот. А это что за рог такой? Это очень твердая игрушка. У нее в составе мука из рогов оленя. Ничего себе, правда очень твердая, вот как стучит. И она никогда не разламывается, поэтому у нее нет опасных острых краев. Ее очень круто грызть и кидать как апорт. Ммм, и правда она вкусно пахнет рогами оленя. А эту косточку нам прислала подписчица, да? Да, да, я ее очень люблю, она такая красивая и женственная, поэтому мы ее бережем и особо ей не играем. Прямо для меня, косточка. Или для меня. Я, пожалуй, ее отсюда уберу. А я бы убрала косточку из оленьих рогов. Или вот эту, или вот ту, или третью. Миша, мы вообще-то снимаем видео тут и как бы ты стоишь прямо перед камерой. Да? Ну да. А это уточка-пищалка, да? Да, но раньше их было четыре и осталась всего одна. Ты была уже тогда с нами, Миш? Нет. Ну вот теперь у нас только одна, София ее любит. А можно мне уточку забрать себе? Ну возьми, Софиша, хорошо. Спасибо. Я все равно нашла вторую. Эй, я ее все-таки тоже заберу. София любит пищалки. Да уж. А это что за ежики такие? Расскажи, Эйвана. Я обожаю этих ежиков, они тоже пищалки, кстати. Да, они пищат и очень. А я ежика тоже заберу, ладно? Пусть Эйвана сначала расскажет, Софиш. Они тоже пищат еще и по-разному, да? Да, и они легкие, их можно кидать как мячики, они даже перекатываются. Но самое главное, это их иголки, они плотные и твердые. И очень классно чистят зубы и массируют десны. Да, после них зубы чище и десны здоровее, вот. Это мороженка, да? Да, наша мягкая игрушка мороженка, она напоминает мне о многом. У нее уже даже пищалка не работает. А как же наша мягкая игрушка кролик, разве он тебе не нравится? Нравится, я его тоже люблю. Здорово, когда ты его кидаешь и он улетает далеко. А еще иногда погрызь, потому что он мягкий и смешно пищит. Еще есть умная игрушка ежик, из которой надо выковыривать лакомство. А еще игрушка лиса пищалка, она смешная и длинная, ее больше любит Софи. Вот, а Софи опять забрала уточку, вот. А расскажи, как мы используем эту машинку, которую я купила для попугаев? Мы кладем внутрь лакомство туда, и я учусь его оттуда доставать, и вот. И ты уже хорошо умеешь это делать? Ну, машинка катается, и чтобы достать вкусняшку, нужно сообразить. Ну, ты уже почти научился, ты молодец, да? Да, еще я хочу рассказать про свой шлем. Но шлем это же не игрушка, Ивася. Ну и что, я же играю в байкера. Вот этот твой шлем? Да, я в своем шлеме как крутой байкер. Сначала его покупали Софи, но мне он понравился больше. Эй, он классный, да? Лайки ему. У тебя тут резиночка, очки, а на шлеме сверху надпись, и очки снимаются, да? Ну, так я больше похожа на летчика, эээ. Эйвен, но ты забыл рассказать про свое любимое. Про мячики. У тебя очень много мячиков, да? Ну, многие из них уже испортились, и пора купить еще новых. А зачем тебе столько мячиков, Ивасик? Мячики это самая моя любимая игра, вот. У каждого мячика есть свое имя, и я умею их выбирать. Как выбирать? Ну, вот этот мячик, например, называется Земля, а вот этот Пушочек, а этот прислали в посылке, и я назвал его подарок. А это мячик по имени Ёжик. Какой красивый Ёжик. Покажи нам на примере этих мячиков, как ты умеешь их выбирать, Вась. Где среди этих четырех мячиков подарок? Эээ, вот, вот он подарок. А теперь Пушок. Вот он Пушок. А земля где? Вот земля. А где здесь черныш? Вот он, вот этот, этот черныш мячик. А ты расскажешь нашим подписчикам, как ты научился выбирать мячик? Это ты меня научила. Вот подарок, а если подписчики захотят, пусть поставят лайк, и я расскажу. Молодец, Ивасик, они обязательно поставят тебе лайк. Эйвен, ты совсем забыл рассказать про свой тапочек. Да, еще тапочек. Сколько много игрушек, Эйвен, мне тоже можно же ими играть. Конечно, Миша, они и твои тоже, и мы скоро купим еще, чтобы у тебя тоже были свои личные игрушки. И для Аюми тоже. Вот вы и хитлые какие, уложили ребенка, господи, сами иглой пошли, как настоящие взрослые. Плохо, плохо. Юми, ты бы тут все разнесла вообще. Не обижайся на нас. Юми, ну правда. Ничего не правда, я бы на что валерла, вот так и стояла бы тут и все. Юми, ты уже покакала? Покакала я, покакала, не надо тут тему переводить. А на мамином канале ссылка в ее комментарии, мы смотрели ужастики. Софи кинула вызов маме, попробуй не испугаться. Так что после этого ролика идите на мамин канал и посмотрите, как она пугалась. Хе-хе. Привет из-за репосты из нашей группы ВКонтакте или со страницы мамы, Ани Пушкаревой, Диане Бодиной и Павлу Соболеву. А вот. Аааа. А случайные комментарии без ответов появляются в видео. Да, вот прямо тут в видео. Кстати, вчера в видео был вопрос, кто первый достал вкусняшку из двух соединенных стаканчиков. Так вот, это был, конечно же, я. Ну что ж, я считаю, что с вызовом я справился и теперь я задаю задание девчонкам, показать наряды. Ух ты, мы будем показывать моду. Да, это круто ты придумала, Иван. Ну, я же крутой. А ты подписывайся на наши каналы, на канал мамы. Да, на канал мамы. Жми кружочки, которые появятся и смотри еще ролики. И ставь лайк Мише, Софии и мне. И Юми. Да, и Юми. Если ты не редископаста, ставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да, 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 да. Субтитры сделал DimaTorzok Ля-ли-ки- смотри-ся, ля-ли-ки- смотри-ся, ля-ли-ки-смотри-ся. По-моему, мы запороли песню. Да уж, да.